Добрый вечер, уважаемые слушатели! Сегодня я хочу рассказать вам об удивительном явлении в биологическом электричестве и о том, как благодаря этому явлению могут общаться между собой клетки нашего мозга. Как домик строится из отдельных кирпичиков, так и наше тело состоит из множества мелких частиц. Они называются клетки. Каждая клетка – это маленький-маленький живой организм. Она точно так же растет, питается, делится, а также общается с другими клетками, своими соседками. Множество одинаковых клеток образуют ткани, из которых состоят различные органы нашего тела. У каждой клеточки прежде всего есть защитная оболочка. Мы называем ее мембрана. Она служит для того, чтобы защищать клетку от внешних воздействий и отделять ее от соседок. Это как граница каждой небольшой страны. Здесь одна страна, а здесь уже другая. В нашем организме есть очень разные клетки. Как вы видите, они очень сильно отличаются по своей форме, строению и выполняемым функциям. Вот видите, есть клеточки, похожие на курагу. Мне всегда клетки крови напоминали по форме курагу – двояк и вогнутый диск. Есть клетки, которые действительно похожи на кирпичики, прямоугольные. Клетки бактерий имеют округлую форму. Ну а некоторые клетки имеют некую загадочную, такую неопределенную форму. Теперь вот что. Самый главный командный пункт нашего организма – это… Как вы думаете, где у нас командный пункт? Громче. Совершенно верно. Мозг. Мозг. Молодец. Умничка. Это мозг. Мозг относится к нервной системе. И точно так же, как любая ткань, состоит из отдельных клеток. Это нервные клетки. Часто можно услышать, что мозг или наше тело производит электричество. Вот вы смотрели, наверное, фильм «Матрица»? Да. Вот. Вот в фильме «Матрица» как раз обсуждалась эта тема, когда злые машины, человеческие тела использовали в качестве батареи, в качестве источника бесплатного электричества для себя, для машин. Или вот, например, видели, наверное, знаете, что есть такая рыба-акула, и что у нее есть такая особая способность. Она может чувствовать слабые электрические сигналы, исходящие от тела ее жертвы. Например, от рыбы-камбала, которая зарылась в песок, и думает, что акула ее не увидит. Но акула чувствует электрические сигналы, испускаемые мышцами камбалы и нервной системой камбалы. А другая информация утверждает, что да, вот это вот волшебное электричество, которое наш организм вырабатывает, создает вокруг организма какую-то ауру, биополе или что-то еще. Ну, официальная наука пока что никакой ауры, никакого биополя не увидела. Зато вот она прекрасно знает про акулу. А вот то, что быть живой батарейкой, как в «Матрице», пока что такого тоже не показано. Но все-таки, все-таки, есть ли оно, это биологическое электричество, или нет его? Давайте скорее разберемся. История нашего вопроса начинается в XVIII веке, когда профессор Болонского университета, замечательный медик и анатом Луиджи Гальвани изучал строение нервов и мышц обыкновенной лягушки. Он заметил, что в то время стало очень модным исследовать влияние электричества на организмы. И у Гальвани, как у любого передового ученого того времени, на лабораторном столе тоже стояла электрическая машина. Электрическая машина – это не то, что сейчас машинка на радиоуправлении или что-то такое. Это был такой довольно громоздкий агрегат, примерно вот такой. Если кручешь ручечку, от трения она могла щелкать электрической искоркой, вырабатывать искорку. Не очень сильную такую, но все-таки. И вот Гальвани заметил, что когда он на том же самом столе занимается изучением лягушки, пользуясь при этом железными инструментами, вроде там пинцеты, скальпели, а кто-то рядышком балуется с электрической машиной, то в то время, когда проскакивает искра, ножки лягушки начинают подергиваться. Увиденное его очень поразило, и он решил доискаться до причин этого явления. Как же так? Почему машина вот она где? Вот она где лягушка. Что заставляет ее лапки внезапно дергаться? Он предположил, что все дело в электрической искре. И подумал вот что. Если слабая искорка от электрической машины способна заставить лапки животного дергаться, то что же произойдет, если использовать разряд молнии, разряд атмосферного электричества во время грозы? Ну, сказано, сделано. Он решил поставить эксперимент. Во дворе дома, например, на столике расположил лягушечку. Вот железный штырь, лакомая приманка для молнии, как в фильме «Назад в будущее». Может быть, кто-нибудь тоже смотрел, да, там профессор. Вот, прекрасно. Гальвания сделал то же самое. Вот железный штырек, в который ударит молния. От этого штыря проволочка шла к нервам и мышцам лягушки. И вот я вам прямо вот цитату проведу, которую Гальвания в своей работе написал. «Как только появлялись молнии, тотчас же мышцы приходили в сильные сокращения, которые совпадали по времени с молнией и предшествовали грому». То есть видите, что молния вызывала, заставляла сокращаться ножки лягушки. Позже он заметил, что даже сама молния не обязательно. Даже когда такая предгрозовая погода стоит, и низкие темные тучи гуляют, и воздух, кажется, вот говоря, да, воздух перед грозой прям потрескивает. Даже при такой погоде, когда самой молнии нет, лапки животного начинали дергаться. Очень было интересно, очень. Дальнейшие исследования показали, что, собственно, атмосферное электричество и вообще внешнее электричество не обязательно. Оказывается, можно заставить лапки сокращаться, даже если прямо в помещении, прямо на столе, одним и тем же пинцетом. Одной ножкой пинцета касаться нерва, а другой касаться мышцы. И лапки опять начинали дергаться. И Гальвана записал. Это было настолько неожиданно, что заставило меня предположить, что электричество прячется внутри животного, внутри самого животного. То есть где? Где-то в нервах, где-то в мышцах прячется электричество. Но люди тогда еще не знали толком, как же устроена нервная система. Но они видели мозг, они видели нервы. А из каких кирпичиков они состоят? И как все это работает? Было тогда совершенно непонятно. И вот спустя где-то 50 лет после работ Гальване двое величайших ученых своего времени Камила Гольджи и Сантьяго Рамона Кахаль сделали великолепное открытие. Они открыли, наконец, как устроена нервная клетка. Как же все это произошло? Ну, вообще, несмотря на то, что в то время уже совершенствовались микроскопы, под ними все равно было толком ничего не видно. Но какие-то крупные клетки увидеть было можно. А, например, если смотреть на нервную систему, клеточки же очень маленькие, очень извилистые, запутанные. Ученые видели какой-то непонятный спутанный клубок, как будто вот слипшаяся лапша из супа. Было ничего непонятного, где тут одна клетка кончается, где начинается другая. Но вот однажды Гольджи придумал особый способ окраски нервных клеток. Он придумал, как их всех покрасить, выделить и увидеть. Как же он это сделал? Он сначала обрабатывал кусочек нервной ткани солью, чтобы он был тверденьким, а потом погружал его в специальную серебряную краску. Там основное действующее вещество было нитрат серебра. И тогда отдельные нервные клетки темнели. Темнели, и их можно было увидеть. И вот какой темный лес увидел Гольджи тогда, используя свой метод окраски. Этот метод был непростой. Он требовал от ученого большой аккуратности, как говорится, рукастости. Не каждый мог так вот все аккуратненько взять, прокрасить, чтобы все получилось. Сейчас, конечно, с этим проще. Можно позвонить в крупную химическую компанию, сказать, я хочу заказать у вас набор номер 3 для окраски нервных клеток. Вам привезут, и все с инструкцией, все в лучшем виде. Даже там какой-нибудь студент может взять и получить хороший результат. Тогда этого ничего не было. Не было таких вот химических концернов-гигантов, которые для вас все сделают. Ученые все делали сами. Вплоть до того, что краски смешивались прямо дома, на кухне, пробовалось одно, другое, разные компоненты. То есть соблюсти полностью, повторить все идеальные условия для идеальной окраски было, ой, как непросто тогда. Рамона Кахаль был очень аккуратным ученым, который изучал ткани. Ему так понравился метод окраски, который изобрел Гольджи, что он его развил и усовершенствовал. И именно Рамона Кахаль увидел, наконец, четкий, отдельно взятый нейрон, нервную клетку. И изучил, и зарисовал его структуру. А ведь тогда же не было фотоаппаратов. Нельзя было сфотографировать то, что видишь под микроскопом. К счастью, Рамона Кахаль был еще великолепным, талантливым художником. И он зарисовывал все увиденное. Вот пример рисунка, выполненного Рамона Кахалем, который хранится в одном из музеев Мадрида. На препаратах, окрашенном Рамона Кахалем, было четко видно, что нервные клетки – это не какой-то там ужасный клубок, а это отдельная клетка. Эти клетки не проникают друг в друга и даже толком не соприкасаются. Между ними всегда есть расстояние, заполненное межклеточной жидкостью. То есть клетки, которые должны как-то между собой общаться, оказывается, не соприкасаются со всем. Это было четко видно на рисунках. Как же так? Как же так получилось? За свои открытия и Рамона Кахаль, и Гольджа разделили на двоих Нобелевскую премию в 1906 году. Нобелевскую премию по физиологии и медицине. За открытие устройства нервной ткани. Ну, как же все-таки устроена нервная клетка? Как же она устроена? Как у любой клетки, она покрыта… У нее есть мембрана, оболочка. Оболочка, которая ее отделяет от остальных клеток, защищает ее. У нее есть ядро, ядро, где хранится ее ДНК, ее наследственная информация. Вот здесь привезена настоящая фотография, уже фотография. Теперь, конечно, у нас есть нужная техника, чтобы делать хорошие фотографии клеток. Это фотография одной нервной клеточки. Посмотрите, это все от нее. Это все ее территория, которую она занимает. Почему она такая зеленая, как вы думаете? Разве наши нервные клетки зеленые? Дело в том, что относительно недавно был открыт замечательное, удивительное вещество. Он называется зеленый флуоресцентный белок. Ключевое слово здесь флуоресцентный. Это такой хитрый процесс, когда ты на что-то светишь ультрафиолетовой лампой, а оно тебе в ответ светит зеленым. Видели, может быть, часто магазины, где-то продаются всякие игрушки, которые вот там, например, искусственные звездочки такие, наклейки, да? На них светят лампочки ультрафиолетовые, и они такие прям зелененьким таким отвечают тебе. Так вот, за открытие этого белка, кстати, тоже ученый получил Нобелевскую премию. Потому что очень удобно, когда можно что-то окрасить желаемое и увидеть воочию, как все части клетки светятся тебе в ответ. И вот смотрите, вот действительно видно. Вот оно тело клетки. Вот оно, самый большой участок. Много-много спутанных как будто волос. И какой-то такой уходящий вдаль такой длинный какой-то отросток. Эти отростки имеют свое название. Но сначала я хочу спросить вас, а как вы думаете, каковы основные функции нервных клеток? Что они для нас делают? Что они должны делать? Какая их работа? Реагировать. Так, раз, реагировать. Ну это нечестно. Так вот, основными функциями нейрона являются получение, обработка и передача дальше некой информации. Для получения служат вот эти вот отростки. Их много. Они довольно короткие, но очень сильно ветвятся. За это их назвали дендриты. От слова dendros, что значит дерево. Потому что они похожи на деревца, которые ветвятся. Тело нейрона занимается обдумыванием, что же за информацию я получил и что с ней дальше делать. То есть тело решает, передать дальше или оставить себе и дальше никому не передавать. Ну а если было принято решение информацию отправить дальше следующей клетке, то она уйдет в путь по длинному-предлинному отростку, который не ветвится вначале, и он называется аксон. Он может быть невероятно длинным. Он может достигать метра и даже чуть более в длину. Представляете, какой длиннющий отросток одной крошечной клеточки. Вот это какая феноменальная нервная ткань у нас. На некотором удалении от тела аксон тоже начинает немножко ветвиться, и эти его концевые веточки контактируют со следующей клеткой. Ну вот, например, вот они наши друзья нервные клетки исполнены в плюше. Все на месте. Дендриты, тело с глазками, и вот он длинный, почти не ветвящийся, ветвящийся только на конце, отросток аксон. Вот они такие и есть в самом деле. И вот если нервная клетка хочет проконтактировать с другой клеткой, как-то неудобно держать и показывать одновременно, они сделают это вот так. Вот голова к хвостику, голова к хвостику. Совершенно верно. Как-то вот так. Этот длинный отросток, по которому нервная клетка передает свою важнейшую информацию, он не просто такой. Он покрыт, смотрите, почему он похож на связку сосисок. Он покрыт специальной изолирующей оболочкой, прямо как электрический провод или кабель, да? Когда-нибудь видели провода? Если его перерезать, то видно, что вот в центре металлическая жилка, а снаружи он в какую-то изоляцию все-таки спрятан, да? Зачем провода прячут в изоляцию? Ну, просто дело в том, что, например, если много-много жилок идет с внутреннего провода, они будут друг другу мешать, если не будет изоляция, да? Они будут своим током обмениваться и получится билиберда какая-то вместо электрического сигнала. Да, ну, примерно да. Примерно короткое замыкание. Если мы отдельные аксончики друг от друга не изолируем, тоже получится ерунда. Будут не сигналы, а каша какая-то. Вот. Поэтому отростки нервных клеток, к которым уходит информация, нужно изолировать. Это делают специальные клетки-помощники. Они называются швановские клетки или просто клетки швана. Каждая такая клеточка накручивает сама себя на кусочек аксона. Ну, как будто изоленты обмотали. Вот накрутились. Но важно помнить, эта информация нам потом пригодится, что эта изоляция, в отличие от провода, не сплошная. В ней есть промежутки. И мы к этому еще обязательно вернемся. Помимо защиты, эта оболочка обеспечивает высочайшую скорость проведения электрического сигнала. Но серьезно об этом поговорим чуть позже. Потому что у меня здесь другой слайд заготовлен. Так вот, что же за сигнал это проводят нервные клетки? Неужели прямо как по проводам по ним бежит такое же электричество? Как вы думаете, оно такое же или отличается? Вот давайте взрослые тоже подключайтесь. По проводам электричество несут какие частички? Электроны. Правильно. В проводах бегут электроны, переносят заряд. А в живых объектах эти частички другие. И сейчас мы к этому подберемся. Пока что я расскажу вот что. Нервные клетки способны сами генерировать электрические импульсы. Как будто крошечные разряды молнии. Или как будто крошечные искорки, как электрическая машина. Для этого даже в покое на их мембране есть какой-то заряд. Какой-то заряд, какое-то напряжение. Ну вот, давайте подумаем. В обычной жизни мы все пользуемся батарейками в приборах, да? Какое напряжение в батарейках бывает? Совершенно верно. Эта батарейка, например, на полтора вольта небольшая, да? Бывают еще и на 3 вольта. Большие, толстые, такие вот на 9 вольт бывают, да? Бывают батарейки сильнее 9 вольт. Ну, уже особо не бывают. Может быть, только аккумуляторы, промышленные, что-нибудь такое страшное. А вот, например, электрическая розетка. Какое в ней напряжение? Обычная вот розетка. А? Мало, 220 вольт. Тоже ничего. А вот, например, еще пример. Вы холодным зимним утром одеваете шерстяной свитер. Что он делает? Да, он колется и стреляется. Неприятно. Он колется и стреляется вам. Шерстяной свитер. Как вы думаете, это искорка от свитера? В ней много напряжения? Считается, что искорка статического напряжения может достигать 1-3 киловольт. То есть, смотрите, 1000 или целых 3000 вольт в щелчке от обычного свитера или от ковра. Как вы думаете, на мембране клетки у нас сколько? 1000 вольт? Или 1 вольт? Или 9? Это сравнимо вообще с тем, что мы можем получить от свитера, или из розетки, или из батарейки? На самом деле, конечно же, меньше. Конечно же, меньше. Зарядная мембрана очень невелик, очень крошечный. Чтобы его измерить, нужны специальные приборы, которые будут во много-много раз усиливать этот сигнал, чтобы мы вообще могли его зарегистрировать. Это частая проблема в науке. Мы уже добрались до таких глубин, что нам нужны наши полученные сигналы все усиливать-усиливать. Будь то следы от элементарных частиц или вот хотя бы банальное напряжение на мембране клеточки живой. И вот когда ученые придумали специальный крошечный-крошечный, тоненький-тоненький электродик, который можно проколоть в клеточку насквозь и померить, что же покажет нам прибор-то измерительный, какое напряжение, выяснилось, что всего-то пшик 70 или 90 милливольт. Это тысячные доли вольта. Это в сотню раз меньше, чем в какой-то же самой маленькой батарейке. Ну, кажется, несерьезно и обидно, да? Да вообще, откуда вообще в живом организме взяться к какому-то вот такому напряжению? Я только что сказала, что это не электроны. Как вы думаете, какие другие игроки могут нам устраивать? Кто? Нейроны-то и есть вся нервная клеточка. Протоны. Это было бы верно для митохондрии, для отдельной органеллы клетки. А вот на мембране. Не знаю, сдаемся. Хорошо. Теперь будет немножко сложно ты, но вы не пугайтесь. Потом я покажу вам мультик, в котором все станет понятно. Условно говоря, а вот я вам так спрошу. Когда-нибудь читали бумажку на банке с витаминами или на бутылке с минеральной водой? Ну, вот на витаминах, помимо самих витаминов, что еще входит в состав обычный? Отдельным столбиком пишут. А еще? Умничка. Хорошо, извините. Совершенно правильно. Микроэлементы. Микроэлементы. И на бутылке минеральной воды то же самое пишут. Лечебно-столовая, натриево-кальевая, какая-нибудь хлорно-магниевая, замечательная вода. Пейте нашу воду. Вот эти самые элементики натрий, калий, хлор и есть те самые микроэлементы. Они присутствуют во всех жидкостях нашего организма. Вот, например, если вы, не дай бог, поранитесь, да, и оближете ранку, какого вкуса будет капелька крови? Солененького. Совершенно верно. Потому что у нас в организме вот эти самые соли, натрий, хлор, калий, хлор. Вот такие вот соединения микроэлементов. Более того, эти элементы у нас в организме не просто так находятся, они несут на себе тоже крошечные зарядики, например, плюсики, как калий или натрий, или минусики, как хлор. Но у нас сегодня тема занятия не физическое, не химическое, а вовсе даже биологическое. И я в дальнейшем буду уже без таких лишних подробностей просто упоминать анонимные плюсики и анонимные минусики. Внутри клеточка заряжена отрицательно, потому что вдоль ее оболочки скапливаются частички, несущие на себе отрицательный заряд, минусики. А снаружи, получается, скапливаются плюсики, то есть какие-то частички, которые несут на себе положительный заряд. Вот, внутри отрицательно у нас, снаружи положительно. Как называется такая внезапная разница, когда внутри один знак, снаружи другой знак? Например, полярность, или мы у себя говорим разница потенциалов, чтобы быть совсем точными. Разница потенциалов. То есть получается так же, как и в батарейке. В батарейке точно так же, только там другие частички несут эти заряды. Там тоже есть плюсик и минусик, да, это прям написано. Вот, видите, плюсик и минусик. На любой батарейке можете дома посмотреть и убедиться, что я вам правду говорю. Ой. А если, если нервную клетку раздражить, ну, это не значит разозлить. В биологии раздражить, значит, дать ей какой-то сигнал, какой-то импульс ей сделать. Если, то есть на раздражение нервная клетка способна ответить вспышкой электрической активности. Мы говорим сгенерировать нервный импульс. А совсем мы, то есть электрофизиологи, люди, которые изучают биологическое электричество, мы говорим потенциал действия. Потенциал действия. Но в дальнейшем я буду называть его просто нервный импульс, чтобы всем было понятно. Нервный импульс. Что это такое нервный импульс? Это наша собственная маленькая молния, наша собственная маленькая внутренняя искорка. Что происходит? Вот смотрите, когда клетку никто не трогал, и она сидела себе спокойно. Мы уже договорились. У нее внутри были минусики, а снаружи плюсики. Но если к ней пришел какой-то сигнал, какая-то команда, и она хочет на него ответить, то мембрана клетки, оболочка клетки, резко перезаряжается. Матрица перезагрузка, клетка перезаряжения. Она перезаряжается, она меняет свой заряд. Посмотрите, внутри стало плюс, а снаружи стал минус. Заряд изменился. Вот, давайте еще посмотрим. Спокойное состояние. Внутри плюс, снаружи минус. Потенциал действия или нервный импульс. На небольшом участке заряд переменился. Внутри плюс, снаружи попал к нам минус. Минус. Такое изменение заряда будет затрагивать соседние участки, а те, в свою очередь, опять соседние. И это будет распространяться, 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 как горная лавина, сходящая с большой скоростью. Это изменение заряда пронесется по мембране нервной клетки и как-то перескочит на следующую и передаст ей командный сигнал. Ну, как вы думаете, а вот я говорю, маленькая молния, маленькая искорка, может быть, это она уже такая же сильная, как тысяча вольт от свитера, который мы получаем. Сильная ли это наша внутренняя искорка, наша внутренняя молния? Опять нет, да? Ай, ничем вас не обманешь. Ну, сколько? Ваша версия. Ну, не буду мучить. На самом деле, как бы и не прискорбно, не очень сильная. У нас изменение происходит от минус 70 где-то до плюс 50. Нехитрая арифметика показывает, что это где-то там 130, 150, опять же, миливольт, то есть тысячных долей вольта. Опять получается слабее батарейки, но правда уже в десятки раз всего, да? Все равно в 10 раз слабее обычные вот кругленькие маленькие батареечки мне здесь на 1, нет, это на 3, пардон. Ну, слабее бывают и на 1 вольт, слабее самые слабые батареечки на 1 вольт. Зато, зато он очень быстро несется по клетке. Давайте посмотрим, насколько быстро. Скорость света 300 миллионов метров в секунду. Скорость звука просто 300 метров в секунду. А скорость, с которой бежит нервный импульс, вполне приближается к скорости звука и составляет 120 метров в секунду. Давайте попробуем перевести это в наши привычные километры в час. И сообразим, это быстрее, быстрая машина или медленнее. Давайте посчитаем, сколько это будет километров в час. Надо умножить на 60, да, и еще раз на 60. Можете калькулятор достать, у кого-нибудь в телефончике наверняка есть. Давайте посчитаем скорее. 120, умножаем на 60, получаем метры в минуту. Еще раз на 60, получаем километры в час, ой, метры в час. И делим на тысячу, получаем километры в час. Какая циферка получается? Умничка, вот у меня вчера так и получилось. Действительно, 432 километра в час. Машина ездит с такой скоростью? Нет, ни одна машина не догонит. Даже болид Формула-1 на прямых участках разгоняется, ну там 300 с чем-то. Только на прямых участках в поворот уже невозможно обойти на такой скорости. Представляете, скорость нашего нервного импульса обгоняет даже машина Формула-1. Видите, как быстро. Не зря раньше в сказках главному герою часто задавали вопрос, что быстрее всего на свете? Герой отвечал мысль. Это был правильный ответ. Ну, потому что тогда не знали, это же сказки, там скорость звука, скорость света не фигурировали совершенно. Следующие, самые быстрые на свете получают действительно мысль. Потому что мысль и есть много-много нервных импульсов, бегущих по клеткам нашего мозга. Самая быстрая вещь на свете. Почему же он может так быстро скакать у нас? Почему же наш нервный импульс такой быстрый? А тут я прошу вас вспомнить про связку сосисок, про изолирующую оболочку с промежутками, которые покрыты отростки нервных клеток, из-за чего наш аксон выглядит как связка сосисок. Нервный импульс, вместо того, чтобы как пешочком проходить всю дистанцию, он пользуется этими промежутками. И он скачет по ним, как кенгуру, перепрыгивая целые участки. Перепрыгивая. Мы говорим, он скачет или танцует по промежуткам между оболочкой. Так получается, гораздо быстрее. Действительно, порядка 400 км в час. Если эта изоляция разрушится, а такое бывает в результате некоторых заболеваний, например, рассеянный склероз, связан именно с тем, что разрушается миелиновая оболочка наших нервных клеток. Если эта оболочка разрушена, скорость нервного импульса резко падает, даже в сотни раз. И импульс ползет со скоростью обычного пешехода человеческого, где-то 4-5 км в час. То есть на фоне предыдущего, это действительно, как улитка и кенгуру сравнить. Вот так нам здорово помогает эта изоляция нервных клеток. До сих пор мы говорили о том, как нервный импульс в рамках одной клетки себя ведет, как он бежит. Но ведь у нас не одна нервная клетка в организме. У нас в головном мозге сотни миллиардов нервных клеток. И они же не по отдельности сидят, они все друг с другом связаны в цепочке и в сложнейшие сети. Вот как на картинке в такое страшное переплетение, в которое до того, как Рамон Кахаль смог это все красиво прокрасить, ученые не могли рассмотреть, потому что действительно клубок из плетения. И вот нервный импульс наш бежал-бежал, бежал-бежал по аксону, вот он бежал-бежал-бежал-бежал, а потом аксон взял и кончился. И перед ним следующая клетка, а между ними пропасть. То есть в рамках клетки очень большое расстояние. Расстояние, заполненное жидкостью. Как нервному импульсу попасть на другой берег через эту пропасть? Говори, пожалуйста. Прыгать. Прыгать. Но он действительно прыгает с удовольствием, как кенгуру, да. Но это расстояние слишком велико. Он не допрыгнет. Переплыть через... Мост наводить. Неконструктивно. Нервные импульсы у нас бегут до 50-100 штук в секунду пробегают. Каждый раз наводить, разбирать мосты как-то тоже не получится так. Инженерно неверное решение. Переплыть тоже не получится. Хотя между клетками солененькая жидкость, у нас слишком маленькая была исходная сила этого всего, а он растворится и не доплывет. Обойти. А между каждыми клетками у нас большой промежуток, специально, чтобы они не контачили и не мешали друг другу. О, совершенно верно. Заслать агента. Совершенно верно. Дело в том, что на конце, на конце, вот каждого маленького отростка аксончика, такие расширения встречаются. Расширения. Если мы на них посмотрим, на рисунки или вот на микрофотографии под электронным микроскопом, мы увидим, что эти расширения нафаршированы какими-то пузырьками. Пузырьками. Вот они, пузырьки. Это я не вру вам, и художник не придумал. Вот действительно прекрасно видны множественные пузыречки. Что это за пузырьки? Что же там такое содержится? Ну, сначала немножко терминов, не забыла их вам назвать. Места контактов между нервными клетками называются синапсы. От греческого слова рукопожатие. То есть это места, где нервные клетки как бы пожимают друг другу ручки. Но даже когда мы друг другу ручки пожимаем, у нас между руками остается... Нет, ну какое-то воздушное пространство все-таки мы не можем. Мы же не гекконы, чтобы прижаться на молекулярном уровне прям друг к дружке. У нас всегда какое-то пространство между ручками остается. Вот так же и в нервных клетках. Так же получается. Вот. То есть запомните слово синапс. Место контакта нервных клеток. И вот в этом самом синапсе кончик аксона набит какими-то непонятными пузырьками. Что это за пузырьки? Они содержат тех самых засланцев, засланных агентов, которые нервная клетка будет десантировать на вероятного противника или на вероятного друга, на следующую нервную клетку. В каждом пузырьке находятся сотни и тысячи специальных химических молекул. Мы называем их общим словом медиаторы. Ну, слово медиатор вам наверняка встречалось. Что вы об этом думаете? Как вы себе представляете медиатор? Обычно думают такая штучка, которая на гитаре играет. Медиатор и значит с иностранного языка посредник. Посредник. Вот гитарный медиатор это посредник между нашими пальцами и гитарной струной, чтобы мы пальчики себе не ранили, а в жесткие струны. Химический медиатор это посредник между двумя клетками. Медиатор. Эти химические молекулы могут на той стороне у следующей клетки вызывать либо новый нервный импульс, либо наоборот запрещать его передачу, как включить красный свет светофора. Вот такие несложные молекулы. Итак, они упакованы в пузырьки одинаковыми порциями. Пузырьки сидят возле мембраны и ждут. Сидят и ждут. Когда прибежал нервный импульс, эти пузырьки открываются. Открываются и позволяют нашим десантникам, молекулам медиатора, высыпаться в щель между клетками в эту непреодолимую ранняя пропасть. Молекулы, в отличие от электрического тока, могут ее преодолеть, переплыть. Переплывают, а там их ждут рецепторы. Новое сложное слово. Рецепторы. Рецепторы переводятся иностранно как получатели. Получатели. Что же это такое? Давайте посмотрим. Это специальные комплексы, сложные, сложные крупные молекулы, которые взаимодействуют только с молекулами, подходящими им по форме. Например, вот видите, квадратик с квадратиком, шестиугольник, восьмиугольник с сосьмиугольником, треугольничек с треугольничком. Даже игра такая есть, да, там, вставь нужную втулку в нужное отверстие. Вот. Рецепторы работают по тому же принципу. Они будут работать только с той молекулой, которая идеально подходит им по форме, как ключ к замку. Чужая молекула, например, квадратик с треугольничком, не сработает, она не сможет открыть этот замок. Не сможет. Но если молекула подошла к замку, то сигнал передастся в клетку. И вот, что произойдет. Жила-была мембрана, вспоминаю. Внутри у нее сидят минусики, снаружи плюсики. Посыпался нейромедиатор. Подошел. Вау! Что-то произойдет. Рецептор поймал ее. Разряд. И мембрана перезаряжается. Изменила свой заряд. Значит, возник новый нервный импульс. И он побежит дальше и дальше к следующей и следующей клетке, легко преодолевая эту, казалось бы, непреодолимую пропасть, которую не мог преодолеть электрический ток в одиночку. Ему нужны помощники, химические молекулы. Какие молекулы могут послужить ему помощниками нашему электрическому току? Давайте будем думать, как инженеры и логисты. Нам нужно очень большое количество молекул, которые мы регулярно тратим. Очень часто, очень много мы их тратим. Еще мы их упаковываем в аккуратные пузырьки. Чтобы они нам подходили, молекулки должны быть небольшие. Небольшие по размеру, чтобы можно было много напихать в пузырек. Согласны? Да. Согласны? Их должно быть просто сделать, просто построить. Согласны? Да. Согласны. Вот. Ну, есть еще ряд требований уже более сложных, но тем не менее. А сейчас вы, конечно, думаете, что вы не знаете по именам этих помощников, но на самом деле я уверена, что в жизни вы слышали их имена. Например, глутамат. Ну, как минимум, взрослые должны были слышать. Усилитель вкуса. Вот именно. Вы читаете надпись на пакетике с приправой «Глутамат, батюшки». Глутамат – это не просто приправа. Глутамат – это основное химическое вещество, которое в нашем головном мозге передает возбуждение в нервных клетках. Именно поэтому опасались, что если кушать много глутамата, будут судороги и всяческие проблемы с нервной системой. Еще одно слово вы наверняка знаете. Глицин. Слышали? Вот, отлично. Маленькие сладкие таблеточки кладете под язычок, они растворяются. Вот. Зачем мы их пьем, эти таблеточки? А потому что глицин – это основное вещество, которое помогает нам устроить торможение в нервной системе. Но разве нам полезно тормозить наши нервные сигналы? Разве нам это нужно? Ведь лучше, наоборот, их передавать, передавать, лучше передавать. А мы используем вещества, которые их тормозят. Как же так? Ну, давайте себе представим. Если нервный импульс будет бегать, 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 но он стоп, передаваться, и конца края этому не будет, то у нас будут вместо нормальных мыслей и нормальных движений будут сплошные судороги и каша в голове. Потому что нужно делать какие-то паузы все-таки между мыслями и паузы между движениями. Согласны? Иногда полезно остановить свою бегущую быстро мысль. Вот. Для этого и нужны молекулы, которые скажут «Стоп! Дальше сигнал сейчас не пойдет. Пора его остановить». Если в головном мозге сломается эта система торможения, то все нервные клетки начнут говорить одновременно хором. Получится ужасная беляберда. Никто ничего не поймет. Сигналы все смешаются и перепутаются. Если такое случается, то могут развиться такие заболевания, как эпилепсия или какие-то психические заболевания. И все потому, что нервные клетки, вместо того, чтобы говорить по очереди и как следует, начинают тараторить все вместе и безостановочно, безостановочно. Когда толпа людей пытается до чего-то договориться, ничего не получается. Все кричат, никто никого не слышит, получается полная ерунда и все недовольные расходятся. Вот. Вот как-то так все и бывает. А теперь... Итак, два нейрона. Место их контакта называется синапс. Тыкаем. Нейроны посылают друг другу электрический импульс. Тыдыщ. Замечательно. Тыкаем. Вот они. Вот так они разговаривают. Этот послал, этот услышал. Послал, он его услышал. Тыкаем дальше. Тыкаем, тыкаем. Да-да-да. Вот. Замерли. Но я же сказала, что нервные клетки, их в мозгу очень много. Не тыкаем пока. И каждая может контактировать с тысячей, десятками тысяч своих соседей. Как же? Кого же ей слушать? Посмотрите. Сколько к ней протянуто контактиков и все требуют, послушай меня, что я скажу. Кого же ей выбрать? Как говорится? Всех будет слушать. Никого не будет слушать. Самого громкого или самого глупенького, тихого. Всех? Нет. Ну, строго говоря, ребята, правильный ответ – да. Но в этой программке предлагается не совсем технически правильный ответ. Нет. Они предлагают слушать самого сильного. Выбираем сильного. А вот они, наши помощники, десантники, химические молекулы-медиаторы. Да. Они высвобождают вот здесь вот и плывут к другой клетке. Тыкаем. Прекрасно. Улыбчивые, да. Вот отсюда посыпаются химические молекулы. А вот это, здесь их ждут рецепторы. Здесь их ждут рецепторы, которые смогут с ними соединиться. Тыкаем. Давайте посмотрим. Пришел нервный импульс. Выбежали медиаторы. Связались. Здесь зародился новый импульс и побежал дальше по своим делам. Опять то же самое. А если медиатора было очень мало, например, только одна молекулка попалась в целую кучу, ничего не произойдет. Давайте еще раз проиграем. Смотрите внимательно. Когда у нас много молекул выбрасывается, они все попали сюда. Опа! Зародился нервный импульс и разбежался дальше по контакту. А если мало попало, то ничего не будет. Получается, синапс у нас слабенький, дает нам мало десантников. Тыкаем стрелочку. Как синапсу стать сильненьким, чтобы его хорошо слушали все? Тыкаем. Да. Они должны работать все вместе, чтобы стать сильнее. Играем. Смотрите, здесь сила сигнала. Давайте выбирать, сколько мы хотим сразу. Пусть только один говорит, два говорят, три, или все сразу пусть говорят. Все сразу. Сразу, все сразу? Не хотите по очереди посмотреть? Давайте по очереди. Только один работает. Смотрите, вот он. Бац! Ну, вот небольшая амплитудка. А если два будут говорить? Побольше, согласны? Ну, как-то еще не серьезно. Все три. О, растет. Что же будет, когда все четыре заговорят с нами? Бах! Во как! Зародился нервный импульс и пробежал по аксону. Вот, видите, как иногда одного недостаточно. Едем дальше. Если много синапсов часто и хорошо вместе работают, другая клетка радуется и делает больше рецепторов, чтобы лучше их слышать, как бы отращивать себе уши побольше. Смотрим? Играем, да. Посмотрите. Вот они хорошо и часто работают. Опа! Видите? Появляются новые, новые, новые рецепторы. Больше рецепторов. Больше. Чтобы лучше слушать молекулы. Лучше слушать. Лучше хватать. Тепи. Лучше хватать. Совершенно верно. Когда синапс долго и хорошо работает, рядом с ним образуются новые синапсы. Смотрите. Если сигнал часто бегает, это как дороги. Если знаешь, что по одной дороге часто ездит, можно сделать для нее дублерчик. То же самое. Часто и хорошо используется этот контакт. Опа! Давайте сделаем еще. И еще. И еще. Чтобы работать лучше, работать сильнее. А если, например, что-то не используется, то, наоборот, этот синапс разрушается. Неправим дальше. Те, которые слабы и не используются, разрушаются. Вот он. Он не работал. Ему никто не сигнализировал. И он исчез. Давай дальше. Когда мы чему-то учимся, например, танцевать или считать или узнаем новые запахи, сигналы бегают по нашим нервным сетям по определенным маршрутам. И чем чаще мы это действие совершаем, тем лучше закрепляются эти маршруты, тем крепче клетки помнят по какой-то дорожке им посылать свои нервные сигналы. Играем. Вот этот путь использовался чаще всего. Он и закрепился. Предпочтительнее клетки сигналы выбирают этот маршрут, а не все те, которые остались на заднем плане. Играем дальше. И каждый такой замкнутый маршрут несет в себе определенную информацию. Например, какую? Играем. Помнить запах пиццы. Чтобы помнить запах пиццы, например, пробегает вот так у вас сигнал, да? Чтобы попадать мячиком в корзину, нужен вот этот цикл. Чтобы завязать шнурки, совсем другой маршрут. Чтобы считать еще третий маршрут. То есть для каждого действия, для каждого элемента памяти, для каждого запаха у нас есть определенный проложенный путь между нервными клетками. Дальше, да. Все. Так вот, в молодости, ребята, пока вы еще маленькие, хорошо, легко учитесь, у вас эти пути хорошо закрепляются и легко перестраиваются. И вы можете еще, у вас могут возникать новые и новые синапсы, становиться сильнее и сильнее, когда вы учитесь. Чем старше становится человек, тем больше снижается эта способность. То есть все труднее запоминать что-то, труднее запоминать новые вещи, даже запахи можно забывать уже, потому что разрушаются существующие контакты, например. Вот на этой радостной ноте. Пока молодые, если хотите, если вы еще не очень устали, я могу как вишенка на торт рассказать вам, как страшные яды действуют на наши синапсы. Хорошо. А? Нет, страшнее, страшнее, гораздо страшнее. Вот. Яды называются другим словом токсины. Это общее слово для всех отравляющих каких-то веществ. Токсины и синапсы. Нервные клетки общаются не только друг с другом, они еще управляют нашими мышцами, чтобы мы двигались. Согласны? Да. Играем. Как они это делают? Вот нервный мульс прибежал, мышца сократилась, мы подергали ручкой. Сигнал с нервной мышцы передается тоже через синапсы, через специальные контакты. Едем дальше. Это все уже было, как устроен синапс, это мы видели. Выбрасываются пузырьки, содержащие наши десантные молекулы. Вы, наверное, знаете, что есть ядовитые животные и есть ядовитое растение, да? Ну, вспомните мне какое-нибудь ядовитое растение, пожалуйста. Это не растение. Растение сначала. Борщевик, ну, не тот. Грибы, например, какие-нибудь, помните? Мухомор, конечно, распространеннейший яд, мухомор. А ядовитые животные? Ядовитые змеи, пауки ядовитые, да? Ну, не бойся. Да, паучки. Хорошо, вот все замечательные зверюшки, растения. Тыкаем дальше. Зачем растения бывают ядовитыми? Они что, такие вредные и противные? Правильно, чтобы их никто не ел, чтобы их никто не ел. Это их механизм защиты. Если животное съест ядовитое растение, ему станет не по себе, и оно больше ни за что не станет это растение кушать. Зачем животные бывают ядовитыми? Это раз. Или чтобы кого-нибудь съесть самому. Совершенно верно. Либо чтобы защититься, либо чтобы атаковать. Совершенно верно. Следующий слайд. Еще следующий. Вот, например, паучок, да? Он хочет скушать муху, но живую муху он кушать не любит. Что он сделает? Играем дальше. Ну, как бы да. Он ее обездвижит. Он сделает так, что она станет неподвижна. А паучок довольный. Беспомощное стояние. Да, беспомощное стояние жертвы. Совершенно верно. Как бы комар был. Нет, комар, к сожалению, не будет. У нас не тот сценарий сегодня. Дальше. Дальше. Вот. Что же между всем этим общего? И ядовитые растения, и ядовитые животные вырабатывают определенные яды. И эти страшные яды действуют где-то вот здесь. На уровне контакта между нервами или нервами и мышцами. Что они могут плохого сделать, ужасного? Смотрите, сколько мест, куда они могут подействовать. Какое вам больше нравится? Какое выбрать? Черное. Вот это? Я. Вот это? Нет, этот сам. Это как бы он сам, сам плохой токсин. Да, какой он? Вот это? Или вот это? Вот это? Да, Антон. Вот это. Нам нравится вот это. Злой токсин может выбросить все наши десантные молекулы из клетки и насовсем выгнать их оттуда. Играем. Выбросил. Они все упали на мышцу. Мышца бедная задергалась изо всех сил. Вообще ужасно. Это судорога. Судорога. Судороги бывают смертельными. Возвращаемся. Ну, теперь что? Давайте вот на это тоже. Ну, давайте. Что он еще может сделать? Он может запретить выпускать наши десантные молекулы, задравить люки. Никто не покинет нервную клетку. Видите, не пускает. Не пускает. Кто так работает? Верни, пожалуйста, Антон. Еще раз сюда. Нет, не угадали. И это ботокс. Ребята, слышали слово ботокс? Как минимум, присутствующие здесь дамы. Наверняка слышали. Ботулинический токсин. Это страшно. Это самый страшный из известных ядов. Его вырабатывают ботулинические бактерии. Вот как они делают. Они не позволяют выходить из клетки сигнальным молекулам. Не позволяют. А в малых дозах, в малых дозах его можно укольчиками вносить под кожу и будет гладкая, красивая личка. Да. Яд-мухомор. Что же делает яд-мухомора? Смотрите. Он может обмануть наше тело и заставить его думать, что был выброшен наш десант, молекул. А на самом деле это вовсе не наши молекулы, а вовсе молекулы яда. Видите, сердечко билось-билось, прибежали наши злые яды, сердечко обмануто, думали, что ему пришла команда биться медленнее. А на самом деле мы вовсе этого не хотели. А токсин уже заставил его биться медленнее. Исход немножко печален, может быть. Вот это дверцы, вот такое, давайте вот такое. А это токсин конической улитки филиппинской. Что он делает? Он не пускает всякие, он не пускает наши ионы кальция, которые помогают выбрасываться пузырькам. Получается, результат тот же самый. Пришел нервный импульс, и все уже рады бы выброситься, десантироваться, но эти ребята не пускают, не пускают. И наконец, ну осталось последнее, кажется, да? А это знаменитый яд Курара. Если вы читали приключенческие книжки про индейцев, джунгли и так далее, наверняка слышали это название. Курары. Что он делает? Он блокирует рецепторы, то есть принимающие молекулы, молекулы, которые слушают, не идет ли десант наш помощников, получается, он как бы делает глухими, мышцы наши глохнут, и не слышат, что мы им командуем, сокращайся, сокращайся, они не слышат. Токсины заблокировали все на этой стороне. Мышцы не принимают сигналы от нервов, не хотят сокращаться. Первым делом страдают дыхательные мышцы, и, к сожалению, укушенный человек, да, в общем-то, паралич дыхания, и, к сожалению, вот так. Собственно, все мы проверили, ничего не забыли? Ничего не забыли. Кликаем дальше. Вот и все. Конец. Может быть, у вас остались вопросы? Тела нервных клеток, особенно нервных клеток головного мозга, к сожалению, во взрослом возрасте не восстанавливаются. Зато немножко подсластить пилюлю. Прекрасно восстанавливаются их отростки, аксоны. То есть, я к чему веду? Если у нас была какая-то травма, например, не дай бог, пошли на каток, и вам неудачно коньком рубанули по руке или по ноге. Получается, что вам перерубили нервы командующими мышцами вашей ноги. Нога парализована, беда-беда. Но это не совсем. Наши нервы умеют прорастать обратно. Как вы думаете, быстрый это процесс? Да? Нет. Это очень медленный процесс. Знаете, какая скорость? Примерно один миллиметр в сутки. Вот смотрите, если травма произошла где-то здесь, и у вас перестали шевелиться пальцы, ну, здесь сколько, полметра будем считать, да, в среднем? Сколько времени будет расти нерв обратно? Миллиметр в сутки, а раст... Три сантиметра в месяц, а нам нужно полметра. Много-много месяцев. Много-много месяцев. Я упоминала, что эти передающие отростки невероятно длинные и могут достигать длины тех самых метров. То есть наши нервы наши нервы это пучки пучки этих командных отростков. То есть тела клеточек сидят в головном мозге где-то или в спинном. А наружу выходят к мышцам выходят пучки их аксонов. А что мы отрубили? Аксоны отрубили? Мы отрубили пучок аксонов, перерубили его. То есть клетка жива? Если клетка жива, она обязательно отрастит себя обратно отростки и восстановит командное управление мышцей. К сожалению, если пострадали тела нервных клеток, пока что при современном развитии науки это печальный исход. Терапия стволовыми клетками до нее пока что еще очень далеко. То есть если бы были стволовые нервные клетки у взрослых людей было бы меньше проблем. Конечно, мы бы что-то восстановили погибшие нейроны. но, к сожалению, пока наука до этого еще не добралась. Сама рука? О, ребята! Чтобы отросла сама рука, нужно восстановить нервы, восстановить кости, мышцы, кожу. Вот я уже сколько пальцев загнула. Это только в Гарри Поттере есть такое зелье костероз. Выпила за ночь, она почесалась и отросла. Если только нерв растет со скоростью 1 мм в сутки, мышцы растут еще хуже, медленнее. Кожа, допустим, ладна. Что там еще? Сосуды кровеносные тоже перерубленные. Сосуды нужно растить, а у них очень сложная структура. То есть все это вместе восстановить у организма нет таких ресурсов просто, не получится такое построить. Это все равно, что, не знаю, даже не то, что памяти, ресурсов, действительно ресурсов нет. У нас в клетках есть специальные механизмы, которые запрещают бесконтрольное быстрое размножение их. Ведь если каждая клетка получит возможность размножаться, когда хочу, с какой скоростью хочу, так и получаются раковые опухоли, когда клетки начинают бесконтрольно быстро расти. Ничего хорошего, только рак. и, к сожалению, подсаживание стволовых клеток сейчас пока что тоже выливается только в рак, потому что мы не умеем ими управлять. Они, попав в наш организм, подсаженные, они начинают делиться даже быстро и бесконтрольно, ничего хорошего, никакого восстановления не дают, только дают нам рак, к сожалению. Спасибо вам, за просмотр!